Работы по устранению выявленных в столице проблем уже начаты, сообщил журналистам, подводя итоги прошедшей недельной инспекции, исполняющей обязанности главы Сухомской администрации Канг-Кварчия. Так, городские службы расчистили территорию в районе Киласурского моста, покрасили ограждения и наладили освещение. Подобные работы были проведены и на Красном, Белом и Синопском мостах. Как отметил Канг-Кварчия, практически во всех районах города встречаются идентичные проблемы. Несанкционированные торговые точки и постройки, проблемы с канализацией и уборкой территории. Вы видели в районе пляжа Синоп у нас незаконно стоит автозаправочная станция, которая не отвечает ни архитектурному плану, ни противопожарным нормам. Мы уже лично людей вызываем, разговариваем с ними. Мы уже достигли соглашения, что к концу года мы эту автозаправочную станцию оттуда убираем и будем облагораживать эту территорию. Там есть еще некоторые будки, так называемые в народе. То есть, это вопрос тоже решаемый. В ходе прошедших инспекционных проверок особое внимание Канг-Кварчия уделил заброшенным и полуразрушенным постройкам, которые портят внешний облик столицы. По словам исполняющего обязанности главы администрации, он проследит за тем, чтобы владельцы и арендаторы привели их в надлежащий вид. На Сухомском центральном рынке также было выявлено немало проблем, среди которых организация стоянок частного и общественного транспорта и торговля в неположенных местах. Эти проблемы уже решаются соответствующими службами, отметил Канг-Кварчия. При этом исполняющий обязанности мэра столицы подчеркнул, что население с большим пониманием отнеслось к проводимой работе. Вы знаете, если просто так попросить уйти, просить их, это тоже неправильно. Мы подошли по-другому. Мы, когда их разместили, мы, я, например, администрация отправила людей, с каждым постарались с этими людьми встретиться, узнать, устроились они, как им там чувствуется на новом месте. У них были какие-то там пожелания, в том плане, чтобы где-то там что-то им сделать. Мы постарались эти моменты тоже убрать. То есть вот в человеческом плане надо индивидуальный подход, видимо, каждому человеку находить. Исполняющий обязанности главы города намерен провести масштабные работы по озеленению и облагораживанию Сухумской набережной. От Абхазского драмтеатра до кафе «Пингвин» в скором времени посадят 61 пальму, купленную в Италии, на его личные средства. Канг-Кварчия отметил, что это его подарок родному городу. Но на более масштабные работы по капитальному ремонту набережной Диаскуров у столичной администрации нет средств. Мы предварительно с главой государства и с премьер-министром обговаривали этот вопрос. Капитального ремонта существующих колонн и набережной, вообще в целом всего. Для этого, конечно, необходимы большие средства, но хотя бы двумя этапами или как, чтобы нас в эту российскую помощь, нас в эти проекты включили. Касаясь тех работ, которые проводятся по итогам инспекционных проверок, Канг-Кварчия отметил, что они проводятся в рамках заложенных в городской бюджет средств. Управление наше коммунальное, есть его подразделения, которые, каждый из них финансируется отдельно, предусмотрены бюджетом города. Мы просто начали заниматься своим профессиональным делом, что мы должны были сделать. Канг-Кварчия сообщил я о кадровых назначениях в мэрии. Порядка 70% руководящего состава администрации города Сухум обновлено. Мы подходим по вопросу, во-первых, молодые кадры, их непрофессиональный подход к вопросам и все остальное. Я старался просмотреть штатное расписание. Честно говоря, как по Гоголю, очень много мертвых душ. Зарплатный фонд у нас увеличивается, а продуктивности никакой нет. Дело в том, что их нет, естественно, все страдает, но и как-то не очень понятно, чем эти люди там занимаются. Но, наверное, процентов, я вам скажу, где-то 30 просто персонала, их вообще нет. Мы с этим вопросом столкнулись и поэтапно начали решать. Инспекционные проверки по городу будут продолжены, отметил, завершая пресс-конференцию, исполняющий обязанности главы столичной администрации Канг-Кварчия. Алика Трапш, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.